Итак, вот 1 Тимофею, 2 главу, там написано в 11 стихе «Жена доучится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Что это значит? Что это значит? Это довольно сложно понять, и, конечно, очень многие мужчины тот стих как-то зло употребляли. А что это значит? Что женщина вообще должен молчать? Давайте тогда прочитаем в контексте, потому что контекст – это всегда важно. Столько людей брали какие-то стихи без контекста и строили на этом основании, на этом фундаменте, столько таких очень немудрых, очень нехороших, некорректных толкований и интерпретаций. Так, давайте почитаем, Бригитта, наверное, почитаешь, да? С 5 по 15, это 1 Тимофею, 3 главу, с 5 по 15. Или давайте с 4. Которые хотят, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеком, человек Христос Иисус, передавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом. Истину говорю во Христе, не лгу, учителям язычников вере и истине. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужей, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы также жены в приличном одеянии, со стыдливостью и силомудрием украшали себя ни плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценной одеждою, но добрыми делами, как приличным женам, посвящающим себе благочестию. Жена доучится безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяя не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам пришел, но жена, прелестившись, впал в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости и силомудрием. Вопросы потом идут. Вопросы потом. Вот. Итак, жена доучится в безмолвии. Зачем тогда? Я разрешал Бригитту прочитать для нас. Вот. Это, конечно, довольно сложно. Почему? Потому что есть и доказательства в Библии, что женщины в первом веке активно проповедовали. Например, Филипп написал, что у него четыре дочери, которые пророчествовали. Значит, они говорили слух. Слово Божие. Слово от Бога. И Деяния апостолов, вторая глава, и женщина, и мужчина говорили, проповедовали языком, языками. Вот. И в первой коринфянам 11 главу написано, что если женщина или сестра будет проповедовать, пусть у ей будет покрыта голову. Понятно тогда, что в первом веке в церкви женщин проповедовали. Но Павел сказал в коринфу, что это надо покрыть голову. И как мы сможем как-то балансировать всякие тот показательства? И здесь он сказал, что жена доучится в безмолвии. Можно в очень примитивном, в очень простом плане сказать, ну, Павел так писал Тимофею, Тимофей был в Эфесии, помните, первую главу, третьем стихе. Я просил тебя прибыть в Эфесии и увешивать некоторых, чтобы они не учили иному. Это что? То, что мы читали, это только для Эфесии, наверное. И то, что он писал коринфянам, что если женщина будет проповедовать, то пусть у них будет покрыта голову. Это что? Только для коринф. Можно так трактовать. Ну, я думаю, что в каждом случае, в каждом стихе есть контекст. И я сказал, что в этом контексте Павел писал Тимофею, который был в Эфесии. Перечитая Дианы и Апостолов, видим, что там, в Эфесии, Павел, как обычно, приехал и начинал сперва проповедовать к евраям в синагоге. И там в синагоге несколько евраи приняли крещение, и потом он начинал к язычникам. И очень многие даже в Эфесии приняли крещение из язычников. И из-за этого был такой проблемой, бунт был, потому что там, в Эфесии, был культ, идол Диана, женщина Диана. И фактически храм Диана, который там, находился там, в Эфесии, стал почти пустой. Никто не покупал дальше иконы, идолов, потому что они приняли то, что Павел проповедовал. Итак, Павел и тоже писал письмо, послание к Эфесиянам, где он называл им язычников. Кажется так, что в большинстве тех верующих там в Эфесии были язычников. Но Павел, видимо, говорил Тимофею, что ему надо острогаться, не дать трибун, как сказать, в 4 стихе, к теми, которые проповедуют баснями и родословиями бесконечными. И проблема в том, что в 7 стихе 1 глава «Желая быть законоучителем, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, о чем утверждают». Мы знаем, что закон добрый, если кто законно употребляет его. Получается тогда, что тот церковь в Эфесии имел и язычников, и еврей, но в большинстве язычников, согласно посланию Павла к Эфесиянам. И в заднем плане они были раньше служители Диана, тот Артемис или Диана, тот женщина, тот идол, тот Бог, к которому они все верили. Итак, я думаю, что в этом контексте нам надо понять то, что он здесь сказал. Он сказал, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И поэтому, потому что Бог хочет, чтобы все, в конце концов, спаслись, поэтому в 1 стихе 2 глава «И так прежде всего прошу из обрешать молитвы за всех человеков». То есть Бог хочет спасать всех, тогда пусть вы молитесь за всех человеков. Потому что в 6 стихе «Человек Христос Иисус предавший себе для искупления всех». Поэтому в 8 стихе «Желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи». Пусть мужчины, братья в церкви постоянно молятся. И в 9 стихе «Так же и жены в приличном одеянии, стильливостью и целомудрием украшали себе не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не бракоценной одеждой, но добрыми делами». Он это сказал в контексте молитвы. Он сказал, что пусть мужчины молятся, нам надо молиться за всех человеков, чтобы они спаслись. И это и тоже желает и Бога, и Иисуса. И для этого тогда пусть мужчины молятся в 8 стихе, и так же и жены. И он объяснил таким одеждам, им не должны молиться. Я думаю, что из-за того, что они шли к Иисусе, вообще к христианству из этого идолослужения, Диана, они имели такой подход о том, что нам надо какие-то женщины, группы женщин, которые какие-то посредников между Дианой и мужчинами, которые работали в принципе как проститутками в этом храме Дианы. И они как-то показали, что мы являемся посредниками между Дианой и мужчиной. И написано, сколько я читал, что они все сказали, что мы так любим нашу Диану, что мы будем вечны для нее невестой. Хотя они спали с этими мужчинами, а когда они стали беременны, они поэтому сделали аборт. Вспоминайте об этом, потому что я дальше буду к этому вернуться. Итак, этих людей приняли крещение. Они вроде неграмотные люди, приняли крещение, стали христианами, но держали свои бывшие обычаи и понятия в религии, что мужчина пусть молится, а через женщину. И эти женщины в принципе проститутками, и это всякий ужас. И они как-то смешивали, смешивали. Вот. Тут язычество со христианством. Поэтому в этом же главе, пятом стихе, один Бог, един и посредник между Богом и человеком. Человек Христос Иисус. Павел имел в виду, что не надо всяких посредников, всяких женщин, как в роли священниками, вот. Как-то делать какое-то адаптайство для вас, играть роль посредников. Нет. У вас есть только один посредник. Не надо этой женщине. Совсем не надо. И в этом контексте вспоминаю, что этих язычников и тоже под влиянием юдаизма. Потому что в первой главе, в первой Тимофею, видимо, что Павел сказал Тимофею, что надо острогаться всякими еврейскими баснями и еврейскими влияниями. И вот у еврои были всякие такие мифы. То, что он здесь называл, в первой главе, в четвертом стихе, баснями, вот. И в этом мифе был культ Ева, где они считали, что Ева такая вот хорошая, что фактически она не согрешила, что и она такая великолепная, это Адам, который грешил, не Ева. Она такая стала для им как икона. И так, видимо, они смешивали все вместе. Смешивали тут язычество, смешивали христианство, смешивали еврейские мифы. И Павел упрекал Тимофею, как-то все делать в порядке. И в этом контексте, я думаю, что он сказал, что женщины, ну пусть мужчины молятся, правильно, в 8 стихе. И насчет молитвы, так же, и жены, ну без всяких украшений. Я считаю, что из-за того, что у них такой красивый вот ювелирные дела и так далее, и жемчугами, и так далее, и при плетении волос, и золота, на этом основании Бог будет как-то услышать этих мужчин. Нет, это чистое язычество. И до сих пор такие дела есть. В Африке, в Азии, в Южном Америке, у примитивных людей есть такие понятия, что да, молитва мужчина, как-то Бог будет принимать из-за того, что какая-то красивая женщина. Это в полной примитивно. Но, видимо, что это случилось, так и было. В этом код Диана, они смешивали это с код Ева, который был у евроев, и они сейчас в церкви, в Экклезии, в христианские церковь, и начинали то же самое, думать и делать. Я думаю, что тогда в девятом стихе, когда он писал, как женщина должна быть в адиоте, это чисто в контексте молитвы. То есть не надо так быть и делать. Надо в десятом стихе добрыми делами, как приличные женам. Не надо всякие это украшения, надо добрыми делами. Это не так, что Бог поэтому как-то запретил женщину вообще, и Павел вообще запретил женщину как-то красивее одеться. Нет. Потому что в Откровении читаем, что невеста Иисуса это мой, приготовил себе очень красивым, весомым и так далее. Это не значит, что украшение неправильное. Видимо, что это часть, допустим, сущности, женщина, и это нормально. Это не обязательно грешно. Он это писал именно в контексте молитвы в Эфессии, когда эти женщины считали, что я буду какой-то посредник между мужчинами и Богом из-за моей красоты, из-за моей жемчуги и так далее. Это не нужно. И, как он сказал, у нас один посредник между Богом и человеком. Не куча девочек, не куча этих женщин, это человек Христос Иисус. Поэтому, в 13 стихе, жена доучится в безмолвии со всякой покорностью, а учит жене, не позволяя ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Он имел в виду, что тот контингент, тот группа женщин, он не позволял учиться. Правильно? Потому что эти женщины не должны проповедовать в церкви. У них должно быть какое-то лишение от власти и влияния. Им должны садить и слушать, и точно учиться, и не просто стоять и начинать учить. Им должны сами понять и изучать. Поэтому, в 13 стихе, ибо прежде создан Адам, а потом Ева. Ну, это мы считаем, это очевидно. Ну, он это сказал, знаешь, что они под влиянием этого культ Ева. Что она такая безгрешная, такая хорошая. И он сказал в 14 стихе, жена, он имел в виду Ева, пролстившись впала в преступление. Но они считали, что евраи, согласно этой мифе, как там сказал 1 главу, 4 стихе, басними. Вот, согласно таким мифе, Ева была не в преступлении. Это все, Адам, не она. И Павел здесь скорректировал, он исправдил такое понятие, что нет, в Библии так не написано. И сейчас, вот, в 15 стихе, впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости. Опять сложный стих. И много церквей, религий, тот стих страшно зло употребляли. Говоря о том, что, в принципе, для женщин им предназначен родить, 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 еще раз родить. Что это роль женщин и все, закрытые вопросы, все. Но это, мы все знаем, что это не то. Как тогда, что он имел в виду? Я объяснил, что в заднем плане был тот культ Ева и тот культ Диана. И я сказал, что эти женщины, в принципе, играли роль проститутками и сказали, что мы являемся посредниками между Богом и человеком. И мужской молитвы как-то Бог будет принять из-за нашей красоты, из-за того, что мы ваши посредники и так далее. И они в Эфессии спали с мужчинами, ну, и сделали аборт, если они стали беременными. Потому что они, по идее, Дева, для Диана. И Павел, наоборот, сказал, да нет, чадородие, это неплохо. И для этих женщин, за тот контингент в этом церкви, в Эфессии, которые кажутся даже, наверное, даже до сих пор проститутками, которые учили то, что мужчина должен с нами спать, мы будем учить этих мужчин, и ради нашей красоты, ради нашего хадатайства, тогда вы будете, ваши молитвы будут услышаны на небесах. Павел сказал, нет, нет, нет. Таких женщин не должны учить, и я это не позволяю, это неправильно. И эти женщины спасются через чадородие. То есть не надо аборт делать, не надо показаться, что да нет, я не буду иметь детей, потому что я священник для Бога, потому что я один из этих последников между Богом и человеком, поэтому я не могу, мы не должны иметь детей, поэтому я буду аборт делать вдруг беременные. И он сказал, нет, эта женщина спасется через чадородие. Надо это делать. И дальше в этом послании, в этих посланиях к Тимофею, Павел даже советовал, что молодые женщины должны иметь детей. Это не закон для каждой молодой женщины. Это не закон для всей женщины по всему миру, в каждом веке. Нет. Он имел в виду, что тот контингент, там, те молодые женщины, которые показались так, как из-за нашей красоты вы, мужчины, будут спасены. Спасены? Нет. Вы не будете спасать людей таком образом. А вы будете спасен через чадородие, если вы будете продолжаться в вере и любви, и в святости. В этом случае, тогда да. Итак, эти стихи, стихов, просто, если мы возьмем эти стихи без контекста, людей на самом деле могли построить любую интерпретацию, толкование. Если мы только возьмем, ну, пол стиха и строим такие, что, допустим, да, женщина, молчи, имей детей, все. Столько мужчин этих стихов и даже церкви, вот, этих стихов злоупотребляли. Что вот, женщина, молчи, сиди там, молчание, имей детей. Вот и все. И уже закрыта дорога дальше. Это не так. Бог не хочет этого, вот, женщина. Он не хочет, чтобы мужчина так сказал бы. Но он и тоже против того, что случилось там в Эфесии. Что этих людей, ну, эти женщины делали так, как эти проститутки, этих посредников в укульте Диана. Откуда они вышли? Это вот мое объяснение. Я понимаю, что это сложно, но эти стихи сложные в любом контексте. Я бы, ну, в контексте понимания, толкования. Я просто имел в виду, что читая Библию, надо читать острогательно, зная, что это на самом деле Слово Божие. Это не для нас просто взять пол стихов, пара слов, которые удобно, допустим, для нас как мужчины. И это злоупотреблять. Людей столько это сделали. И мы поэтому ободраем людей читать Библию для себе. И как я часто говорю, если у вас нету Библии, обрати ко мне, я дам тебе Библию. И сможете для себя самого текста Библии прочитать. Ладно. У кого есть какие-то вопросы, дополнения? Ну, хорошо. Вот Слово Божие говорит, что жена-то боится мужа. Это во Христе. А если она ждет его пьяного, когда придет и какой придет? Я согласен. В чем вопросы? Я приглашал вопросы. Кто-то там хотел задать вопрос вначале. Наверное, уже спит. Побуди.